Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Почти 2000 выездов на пожары совершили с начала года столичные спасатели. За это время на пожарах погибли 19 человек. 56 были спасены работниками МЧС. Минск чрезвычайный. Причиной серьезного пожара в квартире на проспекте Рокоссовского в минувший четверг стало короткое замыкание батареи электросамоката. В результате пожара повреждено имущество в квартире и балкон, а также остекление балкона выше расположенной квартиры. В воскресенье в акватории реки Лошица в районе Игуменского тракта чуть не утонул мужчина. Он застрял в вылестом дне в 8 метрах от берега и самостоятельно выбраться не смог. Работники МЧС спасли его и передали медикам. С предварительным диагнозом гипертонический Крис мужчину госпитализировали. Минск чрезвычайный. Помогали спасатели на минувшей неделе 16-летней школьницы, застрявшей на дереве. И лицеисту, который полез за котенком на козырек балкона, а также пенсионерке. Женщина не смогла самостоятельно выбраться из приемка жилого дома. Причиной пожара в квартире на улице Селицкого в понедельник стало неосторожное обращение с огнем при курении. К прибытию спасателей балкон на первом этаже был полностью охвачен пламенем. Огонь успел переброситься и в комнату. Минск чрезвычайный. В этот же день горела квартира и на улице Лобанка. Предполагаемой причиной этого пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Оставлены в розетке фен. К счастью, в обоих случаях спасатели оперативно потушили пожар и никто не пострадал. На минувшей неделе на улице Железнодорожная произошло резонансное ДТП, в результате которого одна из машин оказалась за пределами проезжей части и врезалась в осветительную мачту. Водители из салона БМВ деблокировали спасателей. Часть подвесного потолка обрушилась вчера в одном из торговых центров на улице Бобруйской. Это произошло на шестом этаже в помещении визового центра Литвы. В результате ЧП никто не пострадал. Причины произошедшего выясняют. О происшествиях сегодня все. В заключении хочу поздравить работников и ветеранов пожарной службы с профессиональным праздником. Днем пожарной службы, который мы отмечаем сегодня. И пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и оптимизма. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.